Все изменения, которые вносятся в конструкцию автомобиля, должны проходить проверку в соответствии требованиям безопасности. Как это сделать при установке газобаллонного оборудования, какая ответственность предусмотрена за нарушение и какую выгоду получает автовладелец, разъяснил сотрудник ГИБДД. С ним встретилась Альбина Ламкова. Многие автолюбители переводят машину на газ, чтобы сэкономить на топливе. Но сначала придется переоборудовать и перерегистрировать автомобиль. Для этого необходимо пройти процедуру, аналогичную техосмотру, так как любые изменения, внесенные в конструкцию транспортного средства, являются предметом для регистрации в условленном порядке. Поэтому необходимо наличие сертификации на установление газобаллонного оборудования. Это документ, который подтверждает безопасность эксплуатации автомобиля с внесенными в его конструкцию изменениями. С этой целью ГИБДД производит проверку и последующую выдачу владельцу свидетельства о соответствии с требованиями по безопасности. Для того, чтобы оформить газобаллонное оборудование на транспортное средство, необходимо обратиться в испытательную лабораторию, которая даст заключение возможности установки того или иного оборудования на транспортное средство. После получения данного заключения необходимо обратиться в ГИБДД для получения разрешения на саму установку. После получения разрешения на установку человек устанавливает газобаллонное оборудование. Но все же на этом процесс не окончен. Необходимо получение еще одного заключения. В соответствии с требованием установленного оборудования, автовладелец осуществляет технический осмотр и оплачивает государственную пошлину. Затем обращается уже с пакетом документов в ГИБДД для получения самого документа о внесении изменений в транспортное средство. После получения данного документа необходимо обратиться в регистрационное и экзаменационное подразделение и внести уже в регистрационные документы транспортного средства отметку о том, что установлено законом порядки то или иное изменение. Услуги по установке газового оборудования оказывает огромное количество компаний и сервисов. Неудивительно, что цены на переоборудование машины могут сильно варьироваться в зависимости от компании самого устанавливаемого оборудования. Для верности процедуры рекомендуют проводить ее в профильных сервисах, зарегистрированных в налоговых органах. В первую очередь соблюдать все требования, которые необходимы для регистрации. И обязательно зарегистрировать. Это уже является страховкой для самого владельца, что он прошел все экспертизы, прошел все лаборатории и безопасно установил на свое транспортное средство газового оборудования. Все узлы газового оборудования подбираются к каждому автомобилю индивидуально. Главный элемент такой установки – газовый баллон. Обычно его объем не уступает бензиновому баку в машине. Чаще всего баллоны устанавливают в нишу для хранения запасного колеса. Остальные узлы подбирают в зависимости от мощности двигателя. При этом специалисты настоятельно рекомендуют приобретать для установки на машину все детали газового оборудования от одного производителя. В случае неоформления соответствующим образом изменения в конструкцию транспортного средства предусмотрена ответственность административная в размере штрафа 500 рублей. Чтобы не нарваться на штрафы, водителю придется запастись терпением, собрать необходимые документы и посетить различные инстанции. Также следует помнить о многочисленных мошенниках, которые обещают значительно упростить процедуру. Еще следует знать, что при повторном нарушении эта сумма вырастет до 5000 рублей, а водителю будет грозить лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Также машину могут снять с регистрации и изъять свидетельство о регистрации транспортного средства. Альбина Ламкова, Алий Бастанов, Вести Корчава, Черкесия.